Приветствую все мои родные любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе, все люди на земле, всех приветствую, всем желаю прекрасного дня, отличного настроения, любви, радости и мира, добра и счастья, и терпения, кротости, смирения и в души ваши, в сердца ваши, конечно же в дома ваши, в семьи ваши, ну и во все сферы вашей жизни, чтобы все у вас было хорошо. Сегодня я хотел, так скажем, продолжить, ну и в принципе закончить тему реальности, виртуальной реальности, я в принципе тот ролик, который записывал, где про Аватар фильм поговорил, про то, что там нам фильм сняли, да, я когда ролик записал, уже остановился, запись, я уж потом гулял и вспомнил, что забыл сказать, да, я как бы такую мысль хотел подчеркнуть, что вообще такое реальность, я говорю, вот насуется, там виртуальная реальность, и это, ну а что такое реальность, реальность это слово само за себя говорит, реальность это то, что реально, вот этот гаджет я вот с собой жалко не взял, он реален, реален, конечно, вот он он в моей руке, да, что компьютер нереален, вот он он реален, чем он, чем он нереальней, дерево растущего из земли, или моего глаза, вот монитора, камера от глаза, чем отличается, ну понятно, пока жалкое подобие, и чем мой слух, или отличается от микрофона, мое ухо, чем мой язык отличается от динамиков, да, голос, ну понятно, кто знает, пока сильно отличаются технологии, еще близко не приблизились к тому, к тому, что есть человек и есть природа, но человек, как я вам уже поговорив, так скажем, более масштабно и объемисто постарался осветить эти вопросы, человек создан для творения, творчество слово от этого, мы все время что-то творим, мы не просто рожаем детей, да, и тем самым наполняем мир, мы еще и творим, мы делаем что-то из ничего, образно говоря, хотя, как и считается, что Бог создал землю из ничего, но вообще-то мы видим, что даже воду Бог не творил, она уже была, и отделил Бог воду от воды, где там перед этим сказано, что вода была уже, непонятно, да, вот, так что творение, это что такое творчество? Творчество человек наслаждается, когда его творит, и наслаждается потом его плодами, да, этого творчества своего, или другие наслаждаются также его плодами этого творчества, не творя это, не делая, это же радость жизни, тоже, да, и поэтому там реальный мир, виртуальный, мы, в принципе, начали с таких, я бы так сказал, с вершины, и с небес на землю спускаемся, по идее, мои ролики, я получил, я говорю, не по возрастанию такой мысли, а наоборот, по убыванию, сегодня как раз я почему и хотел, такие более, когда там мы там в аватарах этих будем, это еще неизвестно, да, вот, а реальность сегодняшней жизни, это вот, компьютеры, смартфоны, как это говорят, социальные сети, поисковый мир, да, мир поиска, мир массовой информации, доступности информации, достаточно на больших экранах, образно говоря, и наоборот, на маленьких, да, удаленное общение посредством текста, аудио, видео, сообщений, вот, вот наш сегодня реальный мир, чем он нереальный? Просто, знаете, я как-то просто вчера как раз еще тоже наткнулся там на очередной ролик в интернете, там, причем как великие знаменитые люди, там, даже Голливуда, там, и все вот эти пятиминутные типы социальные ролики, что мы там все зависимы от гаджетов, рабы гаджетов, системы, что мы типа вообще люди там не общаются, ну, вы, наверное, все это знаете, что я вам нового что-то рассказываю, вы и такие же ролики все эти видите, статьи читаете, новости смотрите, все там об одном и том же, вы знаете, я хочу сказать, что я с этим не согласен, я вот опять же эти ролики записываю, и в этом плане я, конечно, не навязываю вам там, что вам делать, я ролик-то о грехе записал, да, что грех-то это как раз не субъективное понятие, вот, а вот радость, это действительно, знаете, субъективное понятие, то, что одному радость, другому может быть все равно, грех не имеет права делать никто, и он просто есть, он есть Бог, Бог есть любовь, радость, мир, нарушая все это, мы искажаем действительно Бога, творим зло, и сами испытываем боль от этого, получаем, соответственно, страдаем, с этим путать не надо, а радости, вы знаете, так Господь придумал, что радости разные, и люди испытывают удовольствие от разных вещей, кому-то нравится огурец, кому-то нет, когда опять мне эти вопросы задают, а кому-то мясо нравится, мясо это не мясо, мясо это убийство, убийство не может нравиться, оно причиняет кому-то боль, это я уже тоже сто раз сказал, я говорю, научитесь думать, пожалуйста, своими, своими серыми веществами, что такое грех, что такое благо, твоя свобода и получение удовольствия заканчивается там, где начинается свобода другого, или страдания, причиняемые твоей свободой, или желанием твоей радости, что ты эту радость испытываешь на чьих-то слезах, вот тут и заканчивается твоя свобода и понятие благо, да, это уже начинается грех, вот, тут все очень просто, а вот действительно и огурчик, помидорчик можно срывать, и нужно даже, Господь так придумал, чтобы мы получали от этого удовольствие, вот, ну кому-то нравится огурчик, кому-то помидорчик, да, вот, вот я опять же, я же не навязываю, пожалуйста, и говорю, можете вообще не пользоваться, можете кнопочным телефоном пользоваться, можете вообще не пользоваться, можете жить в деревне, да, сидеть на пеньке, я и сам так жил, и мне тоже это нравится, мне и так, и так нравится, по поводу этого же самого рабства гаджетом до ночной сейчас опять с высока с нас взрослых здравомыслящих людей я закончу несмысленными детенышами до наш детьми что касается здравых людей вы знаете ну какая зависимость но у нормального человека в теории то есть плохо то не сам гаджет в мире нет ничего плохого все тут все что даже творит человек он творит из того что бог создал из этих четырех стихий вопрос на что мы это употребляем вот вам и все вся суть бытия так скажем в этом понимании я у тебя рабом гаджетов не считаю при этом я также очень много времени провожу в той реальности который меня окружает я иду в бассейн купаться я в 45 минут иду пешком в одну сторону 45 минут возвращаюсь обратно я хожу без телефона ходил без телефона сейчас опять стал ходить только потому что я вот опять же объясняю мне зависимость нет я наоборот с радостью начала ходить без телефона лишний раз кармана ответ особенно начал это еще по теплу так ходить уже практически у нас холодно сейчас 25 ноября я уже в принципе сколько больше месяца хожу вот октябрь был теплый ходил в одной толстовке штанах лишний раз карман отвисает лишний раз уронишь лишний раз сворует и плюс я сам шел специально отдыхать чтобы не лезть до не смотреть в эти соцсети там никуда не в youtube не залазить не в личный кабинет естественно я спокойно с радостью оставлял в дом и шел я даже живу сейчас у папы папа предупредил мало ли будет искать я говорю ты меня не ищи я телефон не беру все раньше жили в детстве мы вообще гуляли здесь никаких телефонов кто знает мои ровесники здесь нас никаких не было до 16 лет и ничего гуляли уходили куда-то и уж тем более сейчас да поэтому я также папе сказал спокойно я там без телефона не звание мне все какой я раб я спокойно полтора часа только дороги там полтора часа пусть в бассейне там со совсем туда-сюда что я раб 3 часа в день я спокойно провожу и и прям я с радостью просто не то что я там локти кусаю как наркоман да быстрее бы домой за телефон да нет я с радостью иду и все и я отдыхаю размышляю гуляю вот именно более того ты меня даже не беру мне никто позвонить ну мне это у людей просто уже независимость нужда да кто-то может позвонить не каждый все такой может позволить ты ну я понимаю что я там нету срочной каких-то семьи там дел каких семейных я безбрачный человек да ну дома тут в принципе все в порядке вот там вот сейчас у папы живу то же самое в деревне было и там да я вроде бы сидишь в этой деревне все там интернет у меня проведенный хоть и не супер качественный но есть я также гулял спокойно по этим горам там ездил на речку я не брал никакой телефон он там и не ловил ну как мобильный то ловил я не брал вот именно его никакой вот я говорю мне нужды нет по какой-то работе чтобы не там звонили каких срочных дел то есть но у людей действительно есть такая нужда ну каждый себя может проверить это несложно вот именно эта необходимость это просто реальность жизни сейчас вот и все эти могут звонить с работы из дома действительно да ты важный звонок знаешь что ты можешь пропустить тебя будут искать на работе не возьмешь тебя уволят да люди только поэтому да так он он бы с радостью как я был с радостью выключил чтобы вы не слышали чтобы никто не звонил не должен там ждет друг как он дружок позволит он там сидит уже на этой деле я говорю чем там напишет не нет но есть больные люди вот сейчас опять да и люди заболевают этим но это чего только не коснись а раньше что болезни не было привычек какая разница всегда были это тоже сам вы знаете мои ролики и про алкоголь я писал и про любую другую вещь и есть действительно сильные препараты то же самое наркомания допустим да там уже на физическом уровне настолько сильная привязанность вот но это редкие вещи то серию грубые такие вещи там наркомания зря так называют да это область таких веществ которые вот привык стопроцентное привыкание на физиологическом уровне делают да ну на духовном я говорю ну кого-то понятно игромания существует это же не болезнь тела тоже у людей существует ну с этим как опять бороться надо совсем все это выкинуть или есть борцы что чуть ли не все выкинуть это да я груды 95 процентов вряд ли болеют этим может пять процентов есть прям зависимых людей уже души духовно умственно вот от этого там гаджета общение ну это вы знаете тут такая специфическая спорная вещь я говорю но от от чего мы не зависим я считаю что жизнь стала в этом плане лучше и веселей я вспоминаю свое детство порой делать нечего было сидели тоже простите там окурки собирали какие-то пачки сигарет там еще что-то дома ты сидел я помню уже я помню даже институт я в принципе работал постоянно но были тоже передышки там по сессию естественно увольнялся студент вечно где-то подрабатывает уходил там с какой-то работы никто там тебя держать естественно не будет там всегда нужны люди в основном работы были такие скажем временные но постоянные но для меня можно сказать временный какое-то время сидел дома сравнить или время когда был этот телевизор даже в доме и сейчас компьютеры ты знаете земля и небо и вот там действительно ты уже включаешь от безделья есть там отдых минутка и там сами знает что крутит во первых не то что ты хочешь вот и тупо кричишь по этим особенно раньше там был то извините 8 каналов здесь сколько там было сейчас там кабельная можно счет потыкать по выбирать наш уже каналы по сути является такой группировкой информации же про животных там а то передачки вот им в будний день все знают прекрасно смотреть нечего вообще что до вечера что вечером и вот ты сидишь всякую хинею смотришь который тебе не интересно но просто чтоб что-то мелькало должна идти в гробовой тишины уж кто меня-то знает я-то могу действительно быть один и могу в полной тишине уединяться отшельничать при этом я говорю сидеть в гробовой тишине в принципе вы знаете радости ну бывает хочется вообще полной тишины бывает и такое но бывает и наоборот и сравните сейчас интернет до интернет и телевизор это все разные вещи у тебя доступ сейчас сколько информации до тебя доступ ко всей информации можешь потреблять ту информацию какой тебя нужна действительно и когда ты это хочешь она всегда тебе доступна они так как ты бежишь там помню эти видеки появились на видеть что-то пытались там по времени можно было записать вот такая вот кассета здоровенная но насколько сейчас проще стал мир у тебя вот жалко я его не взял вон этот смартфон то и все в нем есть все в нем целый мир почему я стал даже сейчас опять смартфон брать с собой во-первых одежда потяжелее уже стала холодная куда-то засунуть можно или в легкой одежде даже не хочется убрать с собой этот кирпич как он не был бы все равно тяжелый этот смартфон опять две вещи просто из-за нужды первое все равно идешь что-то в магазин обратно берешь там иду по дороге что-то беру во первых я оплачиваю уже давно все тоже стараюсь телефоном но думаю ладно буду карточку в карман положил буду карточка оплачивать но опять же сейчас во всех магазинах вот по крайней мере в крупных городах таких как мой там воронеж миллионник точнее в деревне там живу здесь эти акции скидки цены то если бы уж без карточки вот этой какой-то этого магазина то что смотришь на ценник там она 40 рублей стоит в концовку ты купишь за 60 то что все по карточкам там если у вас есть карточка магазин ты выбираешь да у меня в этом телефоне поставил приложение вот эти все карточки хер сам специально беру раньше их сроду там но какие-то важных магазинов для меня там когда тоже там электроники но были да и то то забудешь что еще что-то сейчас все в телефоне взял карточку отсканировал и у меня он все эти карточки в телефоне зашел там куда-то в один от продуктовых другой разные там есть в одном что-то одно лучше покупать другом другое в этом телефоне все есть а так ты идешь и ты только рубля переплачиваешь это тоже важно да и 2 записная книжка электронная даже на лаве выложил ролик к рекомендацию записной книжки они да да там по-английски так называется то есть я все время размышляю там записывать проповеди какая разница если я буду носить какой-то отдельный даже диктофон во первых я там объяснил в том ролике насколько это сложно это я опять туда записывать дома надо опять перебрасывать группировать это там я сразу у меня все там по полочкам все разбито и можно и текстом сразу я что-то коротенько хочу мыс выразить или аудио записать могу видео могу фотку сразу прикрепить сфоткать все там все по полочкам все разбито мне на эту проповедь мысль пришла у меня там целый список ага личный шоу вспомнил блин я же забыл вот это вот сделать вот с папой там хотели в компе поковыряться я хоп личное задание две секундочки забил ой зайти это купить ой то-то то-то ой забыл там этому позвонить позвонить серёге да там по скайпу там еще что-то решить мне просто удобно я пытался взял нашел какой старый блокнотик у меня с ручкой на это караул я иду в этот бассейн сейчас зима уже темнеет рано поздно рассвета рано темнеет ну какая какой блокнотик идешь ночью практически по улице руки замерзают как ручка мерзнет что-то там запишешь опять дом все будешь переписывать нет аудио возможности в бумажном блокноте но что тут плохого то то что есть вот такие вот средства это же здорово по поводу дальше взрослого общения хочу сказать это тоже знаете я такой же как вы вы такой же как я у нас есть какие-то в жизни друзья вспомните опять детство без гаджетов я в благо мы с вами кто мой ровесник или еще старше меня может даже и младше я по себе рассказываю ну вы знаете в моем молодость до до 16 лет не было никаких гаджетов грубо говоря да и вы знаете я общался не совсем двором и не со всеми соседними домами у каждого человека находится вот такой вот круг людей маленький кружочек друзей ты почему-то дружишь не со всеми ребятами твоего дома девчатами там тетями дядями ты дружишь с определенными людьми а если ты где-то с ними пересекся в той же самой школы он может быть вообще на другом конце твоего пусть ну школы по районам обычно да поэтому друзей ты находишься равно в своем районе это тупо говорю потому потому что тебе их негде больше найти и вы вы просто вынуждены это общаетесь так вот и все это тоже не потому что на самом деле так думаешь потом слушать а почему-то с этими друзьями потом расстаешься через какое-то время почему теряются контакты а потому что вы не настолько едины как вам казалось раньше было у вас разные интересы при первой возможности как вы нашли других людей более близких вам по духу на этот период жизни вы стали с ними больше общаться с теми естественно меньше а может быть дошло вообще до разрыва с кем-то до соединения вот и все мы в этой школе общаемся мы друзей находим в этой школе но опять же ты дружишь не со всей школы а с какими-то избранными которые тебе понравились и причем я игру у тебя вот казалось бы у тебя может на лестничной клетке на нижнем этаже живет тоже такой же твой ровесник может и даже твой одноклассник и ты не дружишь с ним но ты дружишь с мальчиком который или с девочкой соответственность там девочка до который живет на другом конце района и вы встречаетесь ходите гуляете дружите потому что вас что-то объединяет вспомните свое детство именно так все и было я говорю у меня полно полно я всех ребят знал своего двора но почему-то дружил но со многими лучшими друзья были в других домах я вру там за счет школы допустим слушать сейчас просто цифровые технологии дали возможность больше количества людей узнавать вот я сейчас публично могу говорить и меня слышит весь мир ну при желании с там youtube показывает или кто-то что-то ищет и случайно попадает на ролики дано образно говоря то есть мне действительно открыта дверь по весь мир то есть я могу выложить и это всемирная сеть как называют доступа все я могу найти людей похожих на меня что же в этом плохого ничего плохого да мы там вот молодежь там сидит в этих группах там или еще где-то общаются ну а мы не общаемся и еще до когда мы очень любим на молодежь с я потихоньку к ней сейчас я про взрослых хочу поговорить я говорю что здесь я вот отлично ничего плохого вообще не вижу я вот хочу от своего опыта потом спуститься на детей евро и закончить ну вот я больше трех лет проповедую да на youtube много я нашел людей слушайте вот по всему миру я попытался там в аналитике личного кабинета посмотреть там вроде есть уникальные посетители но они опять же уникальные на день и когда ты сможешь статистику за весь период даже она она 0 показывает за весь период потому что программа не считает сколько этих уникальных вообще было она не может их посчитать может и вчера с другого устройства заходил еще как-то она видит на день уникальные посетители что все заходы на сегодня они не имеют общего начала так скажем до общего ip адреса и все так считает youtube системы я не могу вам точно сказать сколько за все время на каком-нибудь канале допусть даже вот на этом проповеди посмотрела меня людей я даже не знаю какую цифру назвать да пусть это даже ну 10 тысяч человек уж наверняка уникальных людей до уникальных то есть разных людей наверняка уже 10 тысяч посмотрел все равно но может быть 5000 уникальных да может быть так 800 подписчиков подписывается обычный знаем а максимум 10 процентов от смотрящих ролик у меня помню там 100 тыс всего просмотров да нет вот как раз 10 тысяч уникальных посетителей наверняка было ну что вы знаете сколькими людьми общаюсь сейчас вот ведь одну руку мой палец одной руки достаточно чтобы я вам сказал с кем я лично близко общаюсь до были ран опять разные моменты чуть больше чуть меньше казалось бы ты там с кем-то сближаешься потом отдаляешься ну я прям вот на сегодняшний день как каранец в какой линии жизни взять точку и посмотреть на нее я вам на сегодня вот записываю я реально общаюсь с пятью человеками образно говоря ну да пусть кто-то мне там симпатизирует кто-то сочувствует на херстах больной какой кто чё кто ржет кто прикалывать это понятно кто-то игру нормально относится просто не общается да не пишет не имеет контактов реально с кем я в каком-то хоть каком-то близком таком постоянном контакте в социальных сетях там в телеграме на самом ну которых я как по крайней мере считая с которыми которых от которых я грубо жду сообщения до которых я рад как говорится видеть и слышать соответствую жду сообщения что это такой я рад этого человек рад этому человеку вот ну понятно что рад я большему количеству я имею что мы и так каждый день общаемся я каждый день понимаю что я что он не завтра напишет и я буду рад уже этому я знаю что он напишет не так что он через месяц может напишем уж не напишет я этим понятно рад но вы поняли о чем я да то есть близкие люди ну как твоя семья как друзья с которым ты каждый день допустим общаешься пять человек это я это я так округленно сказал может и их нет я вот группу после закрыл как эти все иллюзии да и понял что это 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 пять человек и эти люди очень далеко все от меня вот вам пожалуйста и не было бы интернета ну и кто вот я уверовал вот я покаялся бог не открылся кто знает тогда явно я ни в какие секты не попадал не через какие секты истину не познавал бог сам не открылся пошел купил библию когда он мне сказал это сделать начал ее изучать вы думаете из моего окружения десять лет я христианин вы знаете какой горячий всем всегда светил и все у меня кто-то из семьи покаялся нет вы что думаете я не проповедовал и рассказывал как я вначале вернулся прежде всего в отчий дом нет никто не хочет из семьи нет друзья не десять лет они все знают чем я занимаюсь что это не просто какие-то игрушки это не просто я там по воскресеньям стал в храм ходить дома и две иконки повесил или там собрание протестантов доходить там на языках разговаривать не знаю они знают какую жизнь я веду что я проповедую как жить как общаться и что меня толпы народу окружает никого и с кем бы я общался для меня вот интернет хоть какая-то радость хоть какая-то радость потребление информации сколько я за эти десять лет я получил доступ благодаря современному миру мне надо сидеть каких библиотеках я спокойно кто знает мою жизнь мог уединиться уехать купил тогда кто помнит электронную книжку которую недавно продал потому что уже просто тупо перестал ей пользоваться но она мне сослужила огромную пользу закачал туда всю библиотеку так скажем мира какие-то называют да на самом деле то что не интересовал конечно все по христианству там аудио формат уже были достаточно развитые обстоятельства и сейчас еще сколько я когда это почти все мог уже найти в аудио формата сейчас это что должен записать озвучить выложить сколько лет уж прошло ты являешься сам-то отошел вы знаете всего почти сам почти ничего в этом плане не потребляю может быть на библию и чтение иных писаний буду всем делиться что когда тоже через себя пропустил почитаем разные помимо библии потом какие-то книги еще вот какая была благодать то да игру player все купил эти такие наушники не от чего-то кто знает такие sony walkman они прям без всего они же наушники они player но не с такой душкой прикольный все не провода ничего не мешается восемь часов они спокойно отрабатывали тоже туда полно можно было загрузить качественно все ничего я работал и слушал сутками 8-10 часов я работал для своим там делаем занимался когда и все я вот слушал читал раньше где бы я это взял вот как раньше люди жили я не знаю ты им шли в монастыря в монастыри там это все искали а мне никакой монастырь не нужно я сам себе был монастырь да я живу где хочу делаю что я хочу работу где хочу и могу этим заниматься мне не нужна какая-то библиотека городская там монастырь как у монастырская какая-то библиотека да все в открытом доступе смотрите сколько я вам накидал одни плюсы говорю а зависимости у людей они есть чего только не угодно человек может от от спички зависеть это же это же рабство лично человека возьмите меня что значит зависимому от ними сейчас это все у меня да мне тоже будет скучно я тоже можно сказать буду страдать конечно я умею радоваться и люблю одиночество я и люблю природу точно так же как все и природой могу полюбоваться съесть отдохнуть он на велике катаюсь без того же самого гаджета вон в деревне гонял да я не беру с собой сел и поехал на речку вечером я там по лесу кружочек давал я ничего с собой не брал мне нет никакой зависимости но все в мире прекрасно и лес прекрасно посмотрел и на огороде прекрасный и в компьютере и поработал прекрасный пропаде писал прекрасные сам кого-то послушал прекрасные что-то для расслабления для удовольствия музыку кинцо какое-то хорошее полу хорошее контент это мало хорошего потребляем то что есть по переписывал с кем-то пообщался созвонился что плохого то поэтому я вот эту игру начали с виртуальной мы не зря от аватара тоже но это игры это небеса когда мы там будем в других телах какой-нибудь виртуальной реальности встречаться я решил такой ролик записать с небес на землю до к реальности сегодняшнего дня что такое этот все это все это все вот от сатаны почему от сатаны то что-то плохого то я не стану не понимает по поводу людей мне кажется я все сказал я говорю я считаю что все что в мире реально если это человека радует доставляет ему удовольствие никого естественно не доставляя при этом боли страдания да пусть каждый хочу хочет радуется каждому самому выбирать кто-то может и 10 часов и 20 сидит я вот сам сижу я ру занимаюсь чем вот вы знаете чем вся моя жизнь в этом проходит а раньше писатели точно так же сидели в кабинете писали книжки великие писатели философы и ученые ну была ручкой бумагой сейчас есть компьютер тот же писатель пишет на том же сам компьютере что изменилось то но внешне какие-то образы а мы никак адаптироваться не умеем а чё адаптироваться тогда ты принимай все новое с радостью если никому не наносит вреда все в этих социальных сетях может быть и плохой да кто-то им в плохом русле пользуется я не против это отдельный разговор так это это везде то с этим как-то вот как-то и надо бороться я вот к чему сейчас переходим верит что касается в здравых взрослых свободных людей которые мы все являемся да по поводу детей ну тоже вы знаете такую вот там вот сколько этих роликов рисунков там дети аж засасывает его в этот телефон или еще что-то ну я даже не стал 100 подборок делать достаточно яндекс что-нибудь набрать да и куча картинок увидеть как там бедные дети уже вон на горшке сидит уже с ноутбуком там сидят за одним столом там или вон он лежит или там сидят за одним столом но не общаются как это говорят слушайте но мог если они не общаются я вам сразу скажу им просто не интересно это сто процентов время взрослым тем же самым людей да нам просто скучно друг с другом это не потому что гаджеты появились это и раньше такое было или мы себе что-то там выдумывали да вот и по поводу детей вы знаете тоже сколько это у меня у самих вот нет детей но я почему-то многим пытаюсь вот эти советы дать да потому что я просто слушают этот бред это же порой даже это какие-то родители выпускают такие ролики социальные там или даже пусть это маленький блогер или большой или сейчас счеток не дали чуть ли не документальный фильм такой делают разные студии есть частные легче слушайте но с детьми та же самая история как всегда ну что значит они там залипли в этих гаджетах или еще что-то я говорю а мы бы не залипали да я вот я вырос на переходном моменте у нас были уже эти тетрис и конечно хотелось это тоже интересно эта игра и причем мы вместе играли я любил сюда вот как я ему говорил что я потом вырос до и машину хотелось и у меня на одному нафиг не нужна была я хотел эту радость покататься на этой машине разделить с кем-то с друзьями поэтому всегда любил кататься с кем-то с пацанами с девчонками чем не одному-то с кем разделить эту радость но я кайфую а кто кайфует еще человеку нужно с кем-то делить на радость компьютер игрушки я обожал когда мы играли двоем в какие-то спортивные там футбол четвером тогда даже уже были кит возможно что мы джойстики 23 как-то мы пытались там делать мы же вместе вот наше общение да мы играем но мы играем вместе мы общаемся мы переживаем там все это до планируем как там стратегию вырабатываем как будем до играть да и мы также играли также общались еще ставили на паузу в детстве там перед их чем-то там кушали муж чай родители делали я уж не помню выросли когда в институте я еще там и в компьютерные игры но я не был независимый особо там не игрался так могли встретиться приходили друг другу могли чем порубиться в какую-нибудь стратегушку там или в гонялку вот но после института я практически вообще никогда ни во что же не играл вот но там уже курили вышли также покурили пообщались ну я говорил тоже любители были и попить чего-нибудь вот да так же мы все делали и фильмы вместе смотрели по одному и смотреть неинтересно всеми собирались у кого-нибудь все время только одному так другому у кого там родители к этому попроще относится что мы там сидим до ночи вот и во двери шныряем курить все время на личную площадку вот у кого-нибудь все время сидели ну у кого и технически у кого-то там не было компьютеров я там я бедный был без бедной семьи ничего у нас не было вот кто побогаче у них обычно там тусовались у них же были уже эти компьютеры там что-то вот с детьми то же самое слушайте но пока тут же все ваши власти вы же родители естественно слушайте а сладкого вы им без меры даете вы не говорите стоп хватит у них открытый доступ к холодильнику к шик конфетам к сладкому у них открытый доступ к огню там до к удовольствиям ко всем или что он делает что хочет нет такой же ребенок ну сколько-то дали да он потом вопит да еще но не даешь ты какая разница в детстве деревянную игрушку они конечно дети не хотят я школу терпеть не мог вот именно заставляли учиться ребенку не хочется домашнюю работу какую-то делать не хочется домашний хлопоты исполнять ему просит и комнату прибрать и помочь что ты уже на кухне потом вырастает да и туда и сюда их магазин сходить конечно не хочется как мы воспитываем детей ну палкой конфеты и не без меры не палка не без меры не конфета неужели я об этом должен говорить у меня детей я говорю нету причем сами знаете родители вы же сами это же такой вот лицемерие меня вечно знает сами все равно ну ты отлип не от него но она от марса или он это у него работа там до звонки да ладно ты сидишь так же ты во всех социальных сетях смотришь то же самое youtube параллельно все у тебя есть да и он и для работы я не спорю это наша жизнь нам могут позвонить эту же часть жизни ты никуда от нее не денешься вот но ты его сто процентов используешь как развлечение не надо мне сказки рассказывать причем ты тогда бы если ты только для звонков ты бы только кнопочный использовал ты скажешь мне по работе уже тоже и ватсап там и все надо ну вот видишь надо же это реальность жизни итог ну просто не говорю что у тебя эта работа плавно не переросла в личное потому что все эти ватсапы точно так что потом начинаешь и друзей находить и также с ними общаешься и переписываешься все прочее прочее вот и точно так же по нему все смотришь и кинцо вопрос каждый что там выбирает посмотреть по своей святости или греховности вот и все так мы все одинаковы и как вы будете своим детям выносить мозг что вот гаджет это плохо да и сам сидишь в него лупишься сутки он скажет а почему ты они же копия дети воспитываются личным примером вот и все как и мы христиане должны всем личный пример давать жизни прежде всего потом уж рот открывать так это всегда так было так бог придумал поэтому так делал иисус бог сам явился во плоти и дал нам пример до святой жизни любить врагов тогда гаджетов не было там нет 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 цель на евангелие посмотреть но суть жизни понятно да вот и поэтому мне вот честно не понять вот эти все мракобесие их так называю нас это стал все они в жизни плохо но это не так ничего плохого в этом нету или с детьми тоже все очень просто ну насколько то далее по мере роста возраста все то же самое но меня сейчас что папа что для смотрит сколько я там чего ем шоколадки или мармеладки и что я съел или что он что мне в рот заглядывать 40 лет нет конечно мне в 16 перестали заглядывать потому что я сам поступил институт пошел работать и все не сказал я буду делать то что я хочу все они потеряли надо мной власть потому что я стал самостоятельным я могу жить могу работать все могу сам все соответственно полностью прошла их не власть да то есть они кто могли советовать помогают не помогать да наоборот где-то так скажем чем до меня дошло наоборот да не дать тоже что-то лишнего вот но уже все равно я поступал мне мама такси горел ты все дело что перед фактом сейчас не никогда не советовался ну тут не знаю я думаю палка с обоих сторон как всегда виновата они никогда и не располагали сейчас я не в укор родителям так рассказывал как у нас было вот то есть как-то не знаю они у меня в этом плане не вызывали я с родителем как я всем говорю в идеале дети родители должны друзья часто конечно может что-то такое есть похоже но в 16 20 25 30 даже такого не было да и с мамой до сих пор нет поэтому с мамой плохо общаемся а с папой мы реально ну друзья это может громко сказано потому что друзья есть общие интересы с отцом что-то было мы какой-то проект вместе там мутили я не знаю так мы с ним просто действительно хорошо общаемся но это пошло тоже вот как раз с ним то где-то как раз может и пошло так 16 но все равно да как-то я не очень к нему был расположен в плане то что все открываться я вот это хочу ли такие мысли меня куда только не несло тоже и в плане заработков и денег и работы жизни мировоззрение вот он никогда сам ты тоже инициативу как быть не проявлял по общению ну и я соответственно то что тут ну я круг тут виноват да все виноваты в этом плане я смысле ни за что не виню я вообще своих родителей тоже очень люблю как папа особенно он мне вот именно никогда не нарушал мою в этом плане свободу я уж лучше так я говорю чем как некоторым я знаю там весь мозг вынесут мне папа мозг вообще не выносит я делаю то что я хочу в 16 лет вот поэтому я я только за это уже благодарен и принципе может не всегда поддерживали ну у них есть свое мнение может быть они правы и не здесь что был бы что-то поддержали то есть надо говорили нет очень часто до не дадим не поможем не поддерживаем не согласны да вот ну и кнопки и поддерживали тоже много ну тут игру это даже и укорить не за что потому что это их не прав точно так же по какому-то вопросу принять какое-то решение вот это я сейчас не в укор а как констатация фактов рассказываю просто вы знаете ничего себе особо не скрывая по моему обо мне можно все узнать но вот так вот поэтому с детьми все очень просто тоже все то же самое по той же самой схеме как вы со всеми остальными удовольствиями или трудом детей воспитываете по мере роста больше позволяешь вот и все больше и позволяешь и больше напрягаешь ну глупо до 20 лет своим ребенком там задницу подтирать растет надо нагружать уже какими-то заботами проблемами да не все же конфетками одни вот ну и при этом и больше удовольствия и радость этой уже ребенку он возрастает ему позволяет что-то самому что-то самому до пяти лет естественно один ребенок там до шести не знаю до скольки да не имеет права в буфет так самостоятельно как это лазить до 8 в действие уже просто родитель начинает ты как бы можешь теме ну ты думай да я объясняю ты же уже соображаешь такой-то вред перед таможенном уже сама не ешь покушай потом берегишь ты уже с более взрослым человеком по взрослым с гаджетами тоже самое ну что ну и там сидит ваш ребенок если с ним будете дружить нормально общаться ну что дом всегда с вами сядь поговорить вы зададите вопрос он да не будет вот так знаете действительно не обращая внимание сидеть смотреть он все отложит и поговорит вы крикните там крик о помощи тщательно я так образно даже на кухне там дочь пойди сюда естественно все бросить подойдет что там нужно что-то сделать скажут сходить пойдет ну что ну а как время все читают в интернете сейчас все тут я считаю тут просто грамотно нужно как всегда воспитание но она касается абсолютно всего абсолютно всех вещей а деревянных игрушек не то же самое да да ребенку ничего делать вообще не будет в детстве кроме играться ничего не охота так что вот так вот здесь все надо здесь все надо воспитывать по поводу там доступность информации но это отдельно разговора ну вы знаете в человеческом уме есть все в принципе можно вот говорят там про это да везде разврат там злоба ну да ну в принципе все это есть и в человеке когда адам с евой пали там какой был кругом интернет смартфоны разврат или еще что-то у него не было нигде никакого примера посмотреть что такое плохо а когда первое допотопное человечество стало такое что как господь о нем вердикта вынес что всякое помышление суть зло всякое помышление суть злого все время его в каждую минуту мгновение жизни этих людей до чего надо было доказать они откуда эти примеры брали зла все но здесь все но здесь поэтому тут надо жить в реальности мира вот и все это я не знаю наоборот доступность информации знаете даже есть в ней плюс игры можно ведь и с ребенком своим просто надо держать руку на пульсе считаю общаться быть вот именно откровенно не 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 один не обувать его как там легенда про буду до что он там до 30 лет был такой окружен любовью заботы там никого не видел ни нищего не болезни к нему никого не пускали при нем кашлять нельзя было да вот если вы будете ребенку в каких-то розовых очках его ему надевать хотя вы знаете что у него там есть доступ к любому он их просто так снимет и посмотрит на мир у него ручки есть да и сами будете на него через такие же розовые очки смотреть и думать да какой же у меня хорошие это он пока хороший да вот когда он свободу обретет вы узнаете как он хороший вы в реальность смотрите какой он есть по поступкам по делам по словам по общению вот вы попытайтесь сделать так чтобы ребенок ваш ничего от вас не скрывал будьте с ним честно откровенно сами и вот именно поймите что палка все равно не воспитать он если если вы это и задушите забьете на время все равно это всплывет потом он уедет от вас в 16 лет там из деревни в город или еще куда-то или вообще сбежит все равно все это случится рано или поздно так что лучше ну палка я не имел то что нельзя там ребенок совсем наказывает там в угол ставить вот если он действительно косячит но я имел ду к тому что вы сами понимаете лучше меня все должны знать я сейчас какую-то эту лекцию буду читать по воспитанию детей хотя у меня у самих нет но смысл понятно и опять же все мы были родителями и в возрасте естественно отеческом так скажем а то что у меня там практического опыта не было смысл это понятие там палку нельзя перегибать евро и все это по мере возраста должно иметь место и я уверен опять же это вложено в каждого человека я вот вам какой то есть мысль нанести даже вот это все отечество и материнство вот и все если если у тебя есть аксиомы здравые любовь свободы бессмертие понимание жизни вот это вот и на том даже о чем я сейчас говорю это нормального здравого отношения к этим технологиям ему все равно придется в этом мире жить с вами сейчас или без вас так лучше жить вместе с это место что сами в нем живете вы старше своего ребенка уж наверно да и наверно уже должны быть в теории умнее и опытнее так это вам должно быть свыше с колокольни видно как все это сделать причем вот именно это мне наоборот нравится этот мир он подобные раю становится в том плане все становится доступным и человек сам выбирает вы знаете надо даже думать но в какое-то время да вот ребенок маленький вы должны просто сами своими мозгами почему пытаюсь какие-то аксиомы заложить но все равно каких-то живых примерах вы должны мозгами же думать я но год-два ребенку да ты можешь на пульте от телевизора поставить какие-то блоки на какие-то каналы которые мы не нужны даже там на какой-нибудь общественный 1 2 ли какие там сейчас есть зачем какую-то политику включить какую-то ерунду каком малахова я не знаю бред какой-нибудь увидит кричат визжат даты блоки понаставил как там там же можно какой детский режим все чтобы у него был там уж про животных из какой-то даже детский причем добрый про животных тоже разные может быть зачем там видеть пока что это там животные друг другу тоже убивают так скажем да из-за человеческого проклятия на них что-то добренькое он пока ты что он пока с этим пультом в год-два сидит он еще не понимает что он там смотрит с вами там рядышком играется по сути начинает возрастать ну в десятилетнем уже возрасте ставить ему давно его смартфон какие-то блокировки вы знаете это смеху подобно он общается в школе с друзьями они найдут как способ и они найдут как способ получше вашего как эти ваши блокировочки взломать и убрать надо уже не этими действиями уже бесполезно от как бог в раю уже говорить адам просто не делай не делай ты будешь страдать объяснить почему не просто это грех 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 ирокес это грех оранжевый волос это грех пол на ухо сережек это грех почему грех в чем бог сказал не делай нарезав на теле ну чушь собачья богом все время запугивать это бред полным здравый христианин человек познавший истину будет делать по-другому и он будет делаем просто объяснить если это реально и евро вы никогда это на реальность не сможете объяснить если вы не примете ту позицию которую всем говорю что грех это естественное зло это чья-то боль это страдание вы никогда не объяснить почему полное ухо сережек это грех когда во всех племенах там вот такие вот кольца на шею наставляли ничего считается модно и красиво это не грех на самом деле если это вам не нравится даже как родителям то вы знаете я бы своему ребенку честно все бы это не запрещал вот я вам честно говорю он бы ходил как он хочет я поговорю слушать я правда нравится ты почему-то я просто погрыл может он под кого-то подстраивается да вот там все ходят ребята форч мят меня тогда сказал бы я постарался бы в нем его я открыть сильное я я сказал слушать да как эти рейнс чё там те думают ты как хочешь ходить где я хочу вот там такой спортивный полу рэперские поехали вместе одежку купим какой ты хочешь и забей на них я говорю ты будь собой найдешь своих же я его просто жизни научу да вот это мои друзья ну сегодня те друзья завтра не друзья если они тебя не примут что ты не хочешь в этом говне ходить вы их не в своем понимании что это это ерунда ты зачем эту печатку нацепил я вот там в детстве тоже мы там свинцовых печаток с черепами да вроде модно вроде все ходят туры тоже надо она мне нужна нам не поносил дым ерунда какая-то я бы ребенка своего как раз бы воспитывал человека не брел тебе зачем чё ты боишься да вот во мне что-то давит на меня прессует я никогда не поддавайся чужому мнению а то если он сказал слушай да мне по мне нравится пожалуйста кому это плохо делает учительница школе сказал я пришел бы сказал не лезь к моему ребенку ему нравится что тебе надо от него он те чем плохо не хочешь не смотри на него глаза закрою когда спрашиваешь его какой ты имеешь право где какие нормы это что что красиво некрасиво да пусть как хотят ходит девочка там макияж какой-то слушайте ну и взрослый кто-то пользуется кто-то нет возраст разный опять же там может химия может она вы объясните почитать все если сами ей правда не пользуетесь или вы сами какой-то здоровый пользуюсь она какой-то девочки накрасил какой-то бред и вы переживаете за здоровье что накрасил у меня завтра глаза вот такие из орбиты вылезут как антиаллергии с вы уже мама вас дочка подросла его увидели пера с девчатами намулевались в комнате обе сядьте объясните порекомендуйте дайте нормально уже начните тогда да девочек разукрашивали мамы в детстве в племенах во всяких там уже они все ходили пона придумают опять это плохо или хорошо да плохо и хорошо это когда боль этому человеку и ближнему вот и все так что вот так вот вот так вот с гаджетами все то же самое с виртуальным миром вот этим это вообще всего касается вот но мы сегодня тоже перешел на какую-то косметику вы поняли да на этом у меня все я так поговорил надеюсь это кому-то да здравое мышление и будет отношение в жизни я это все все говорю вам всегда говорю чтобы исполняли исполнять будьте счастливы то что это все этот мракобесие людей заталкивает любовь невозможно без свободы за свободу люди умирали всю жизнь это это божественная цена это сущность бытия любовь свободы и бессмертия три важные вещи в жизни через их призму вы все поймете в этой жизни а мы все прессуем все прессуем все законами законами это не царство небесное это кутерьма к сожалению этого мира и человек от этого счастливее не становится от этих законов вот так вот на этом у меня сегодня все не знаю там до конца не до конца тему раскрыл ну так хотелось тоже поговорить на эти мысли пишите ваши мысли размышления в комментариях буду рад почитать всем со прощаюсь всех обнял поцеловал до встречи в следующем ролике пока 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 пока